Конгресс это прекрасная площадка, тем более он проходит на базе Сириуса. Здесь всегда очень комфортно. И за последние годы огромное количество мероприятий, большое количество молодежи. Мне кажется, сама атмосфера располагает к тому, чтобы достойные итоги года науки и технологий. Мы ожидаем, конечно, заинтересованных дискуссий, рекомендаций, предложений нам в адрес Министерства науки и высшего образования. Но и самое главное, это обмен мнениями, поскольку здесь будет большое количество молодых коллег из наших регионов. И послушать их, получить обратную связь, мне кажется, это бесценно. Назову четыре проекта. Один из них, скорее, продолжение того, что начато. Три принципиально новых. Они касаются напрямую привлечения молодежи в наши университеты и научные институты. Первый проект. В этом году мы открыли 120 молодежных лабораторий в регионах Российской Федерации. И привязали этот проект к научно-образовательным центрам. Проще говоря, у нас есть 15 научно-образовательных центров, созданных по инициативе президента Российской Федерации. Чтобы они были эффективны, мы собрали информацию и совместно с Российской Академией Наук посмотрели научные темы. Выделили дополнительно на три года 5,4 миллиарда рублей и открыли 120 лабораторий. Всего, если мы с вами посмотрим, за последние четыре года открыто 500 лабораторий. А до 2024 года цель открыть 900 молодежных лабораторий. Что такое молодежная лаборатория? Это значит, что не менее двух третей в каждой из таких лабораторий составляют молодые сотрудники. То есть молодые люди в возрасте до 39 лет. Кандидаты, доктора наук. И возглавляют их перспективно исследовать. Собственно, так и происходит. А мы финансируем не менее чем 10 ставок в каждой из таких лабораторий. Причем так достаточно хорошо с точки зрения ресурсного обеспечения. Второй большой проект, и, что очень важно, длинный, это привлечение молодежи в наши университеты. Все-таки университеты непосредственно связаны. Там студенты, аспиранты, магистранты. И, конечно, создавать места для исследователей логично в том числе и в наших университетах. Так вот, в этом году мы запустили программу «Приоритет 2030» с горизонтом реализации 10 лет. А это значит, можно стабильные и престижные рабочие места для молодежи создавать. В новой лаборатории или в действующей лаборатории вводить новые ставки до 2030 года минимум. Это значит, можно планировать покупку оборудования, реактивов. Это значит, можно долгосрочно планировать научные исследования. Нас очень часто призывают к тому, чтобы такие проекты научные поддерживались в горизонте 5-7 лет. Вот такую программу мы запустили, отобрали 121 университет. И на 2021-2022 год на эти проекты распределено 47,4 миллиарда рублей. Это серьезная поддержка. В дополнение к этому, в год науки и технологий, собственно, были задуманы, спроектированы, и в каком-то смысле уже начата реализация двух очень интересных проектов. И эти оба проекта и задумывались, и реализуются при непосредственном участии Елены Владимировны, я хочу ей сказать, и партии «Единая Россия». Что это за проекты? Первый из них – платформа университетского технологического предпринимательства, который мы совместно с «Сириусом» Еленой Владимировной будем разворачивать. А второй проект «Сириус» выступает таким стратегическим партнером, очень востребованный проект создания передовых инженерных школ. И в одном и в другом случае речь идет о молодежи. Платформа университетского технологического предпринимательства – это прямой ответ на запрос молодежи на участие в технологических проектах. Молодежь сегодня по всем опросам демонстрирует, что хотели бы попробовать свои силы в интересных, уникальных проектах. Поэтому вот платформа университетского технологического предпринимательства, которая будет развернута на базе ведущих российских университетов, даст возможность массово нашим студентам попробовать свои силы. реализовать тот или иной проект, превратить идею в продукт или технологию и выйти с этим на рынок. Ну а передовые инженерные школы, задача очень простая. Последние 30-40 лет колоссальные изменения произошли в инженерии, в самом понимании, что такое инженерия. Не только инженерия, связанная с машиностроением, но инженерия живых систем, программная инженерия и, конечно, создание новых передовых школ. Здесь мы как раз хотим целую цепочку простроить работы от школы, где просто блестящие, самые лучшие не только в России, а, на мой взгляд, наверное, и в мире, наиболее сильные компетенции сосредоточены за последние десятилетия у «Сириуса» и у команды Елены Владимировны. Мы хотим, начиная от школы до аспирантуры, простроить и поддержать новые центры подготовки инженерных кадров, которые так востребованы у нашей промышленности. Продолжение следует...